Всем привет, с вами CrazyStalker. На IGN появилась статья. Разработчики Stalker 2 говорят, что война в Украине, российские хакеры и угрозы расправы их не сломят. Мы хотим, чтобы мир узнал об этом. Ну-ну, давайте почитаем, что вы тут наговорили. Максим Янчи, ведущий программист Xbox, по Stalker 2 глубоко вздыхает. Но в первый раз маг, как его называют коллеги, берет себя в руки, и прежде чем рассказать об ужасающих трудностях, с которыми ежедневно сталкиваются разработчики одной из самых ожидаемых шутеров 2024. Прямо сейчас он говорит о русских хакерах и его постоянных попытках взломать системы безопасности GSC Game World, в постоянном исследовании, даже в угрозах расправы, которые исходят из кражи личной информации. Это очень плохо, говорит он, уныло. Максим Янчи. Ты, бля, с какого леса сбежал? Алё, бля, дядя, бля, сука. Сука, леший какой-то, блядь. О, Бахар Зачаров, блядь. Менеджером по связи с общественной GSC Game World Захар Бачаров вспоминает одно из первых нарушений безопасности компании, произошедшей летом 2022 года, и приведшей к краже личной информации, включая номера мобильных телефонов. Анонимные угрозы, расправы и адрес персонала стали настолько обычным делом, что люди, стоящие за сталкив-2, каким-то образом привыкли к ним. Вы заходите в свой менеджер и думаете, что, возможно, вам нужно посмотреть что-то по работе, даже проверить, есть ли в порядке с точки зрения ваших рабочих задач. И там кто-то с неизвестного номера, типа, кстати, ты должен, чёрт возьми, умереть. А затем вы смотрите дальше на то, что вам действительно нужно сделать сегодня, говорит Захар Бачаров. Ага, особенно Захару Бачарову, блядь. Факты где, Захарушка, блядь. Покажи, блядь, хоть один скрин, блядь, где тебе угрожали в телефоне тебя убить, блядь. Клоуны, блядь. Бачаров не будет вдаваться в подробности этих игру, но я могу сказать, что есть худшие и даже более тревожные примеры, о которых он мог бы рассказать. Такова же есть разработчиков GSC и Gamebot, которые пытаются создать игру в разгар войны. Сталкин 2 представлен на огромном стадии Microsoft Gamescom 2023. Здесь впервые в истории, Сталкин 2 официально доступен для практического использования. Подробнее о Сталкин 2 читайте при UIGN. Игра грубая, но она настоящая. GSC и Gamebot снова в центре внимания с посланием Defiance. Для нас это сейчас как топливо, говорит Иен-Чи. Вроде хорошо, у нас есть эта проблема, мы ее решим. И чем больше проблем у нас с начала полноценного отношения, с полноценной войны, тем сильнее становится команда. Мы научились держать щит, продолжает Иен-Чи, поднимая руку над головой. Мы заботимся друг о друге, мы помогаем друг другу найти новый дом в Праге или Украине. Мы постоянно общаемся с друг другом, например, как дела, только эти-то слова могут иметь значение для кого-то сегодня. Теперь мы действительно понимаем на собственном опыте, что ничто не может сломить нашу команду, и мы добьемся того, чего хотим, независимо от того, сколько у нас проблем. Потому что у нас есть мы сами, и в этом суть. И это все, что нам нужно, чтобы сделать то, что мы хотим сделать. Важно поделиться этим опытом. Когда я поднимаю тему войны в Украине, я вижу печаль, охватившую Янчи и Бочарова. Но они не уклоняются до заговора о том, что происходит, каким бы болезненным это ни было. Они знают, что их будут спрашивать в войне почти в каждом интервью, которое не дают на Геймскому-2023. Для них обсуждение войны и ее влияние на проблемное развитие сталкивать прекрасная возможность. Мы не устали от этого вопроса, потому что действительно считаем важным делиться этим опытом. Говорит Янчи, мы хотим, чтобы мир узнал об этом. И, конечно, это тяжело, потому что наши семьи, некоторые из моей семьи живут в Украине, мои родители живут в Украине. Такая же ситуация со всеми моими коллегами. Ощущение, что твои любимые находятся в постоянной опасности, довольно вредно. Это оставляет шрам к тебе самому. Это должно быть тем опытом, который должен испытывать любой человек в наши дни, любой ребенок в наши дни. Но такова реальность. Каждое утро, когда начинается и заканчивается обстрел, спрашивать наших коллег, живы они или нет. А шо ж вы, блядь, с 2014 года, блядь, когда хуярили, блядь, нас, блядь? Не спрашивали, а как вы там, а шо вы там, блядь? Вам похуй было, да? Понятно. Это ж вас не касалось, а теперь, когда вас казнулось, вы ж такие, ой, блядь, мои там, ой, как они там, блядь, пиздец, просто я в ахуе, блядь. Ой, сука. Ах, пока вас в жопу не клюнуло, блядь, вы даже и не думали о том, блядь, что здесь для детей гибнут, блядь. В ходе нашего интервью Бочарова и Янче рассказывают мне взручающие подробности об условиях, которых создавался в Сталке-2. Так было с тех пор, как ВСК Путина вторлись в Украину. 24 февраля 22 года вытеснила разработчиков игр по всей стране. Путин пришел, блядь, и разогнал всех разработчиков. Охуительно, блядь. Некоторые разработчики GCE Game World были вынуждены покинуть базу студий в Киеве, обосноваться в 1400 километрах к западу, в Праге, в столице Чехской Республики. У некоторых сотрудников семья все еще в Украине. Некоторые сотрудники остались в Украине или переехали в другие части страны. Примерно 360 человек, работающих GCE Game World, около 160 находятся в Украине. С этими 160 людьми, говорит Батчаров, с любым из них момент может случиться все что угодно. По словам Батчарова, некоторые сотрудники присоединены к самой борьбе. Они называют их нашими героями. Герои, блядь. Идут на Донбасс, блядь, своим бывшим, блядь, с которыми жили в одной стране, блядь, убивать своих же, блядь. Охуенные герои. Я не хочу звучать слишком мрачно, но и приукрашивать это тоже не хочу. Батчаров говорит мне, что иногда во время собрания Zoom кто-то должен был присутствовать, не появляется вовремя. Они дают ему несколько минут. Через 10 минут начинают беспокоиться, поэтому отправляют прямые сообщения. Когда ответа нет, звонок. Ответа нет. Проходит 2-3 часа. Когда люди начинают паниковать, человек наконец отвечает, чтобы сказать, что он в безопасности. Извиниться за то, что его загнали в бункер после начала обстрела. Объяснить, что в его телефоне села батарейка. Люди вздыхают с обречениями, а затем продолжают свой рабочий день. Человек покидает бункер и возвращается к своей работе, как будто ничего не произошло. К этому средству привыкаешь, потому что люди склонны приспосабливаться. Но в то же время это адаптация к ужасным вещам, говорит Батчаров. Мотивация может исходить от разных причин, даже возможно не ярких очень. Она также может исходить от гнева или от вашего стремления показать кому-то, с чего вы стоите. Даже если они создают наихудшее из возможных условий. Так что я не хочу звучать слишком мрачно. Но и приукрашивать это тоже не хочу. Здесь происходит нечто необычное. Обстоятельства крайне необычные. Помимо национальных потрясений, G.C. Game World столкнулся с неприятным переездом, который значительно повлиял на разработку Сталкер 2 в январе 1922 года. Студия отложила Сталкер 2 до конца того же года, чтобы устанавливать опыт. Месяц спустя в Торлос России началось перемещение персонала и работа на Сталкер 2 была приостановлена. До войны G.C. Game World использовал собственную студию захвата движения в киевском офисе для создания игры. После решения о внесении изменений в посылании игры им пришлось создать новую студию захвата движения в пражском офисе. Бочаров стучит кулаком по столу между нами, вспоминая влияние войны на разработку Сталкер 2. Нам нужна новая студия захвата движения. Нам нужно ее создать. Когда мы ее создадим, нам нужно ее протестировать. Когда мы ее протестируем, мы сможем внести эти изменения в Motion Capture. Начинается полноценная война и мы отключаем русскую озвучку. Затем мы решаем посвятить дополнительное время, деньги и ценности английской озвучке. И мы решаем нанять для этого англоговорящих актеров. Мы начинаем, не нанимаем их, нам нужно сделать озвучку. Нам нужна аудиостудия. Нам нужно перестроить аудиостудию в Праге. Нам нужно начать делать это там. И так мы переехали. И это напряженная обстановка. Но я могу продолжать работать. Некоторые люди критикуют нас в интернете. А как насчет ваших мер безопасности со всеми этими утечками и тому подобное? По сути, теперь это две разные системы с точки зрения обмена данными между Украиной и Чехией. Ваша работа намного сложнее. И вам нужно защищать ее на каждом шагу. И, конечно, гораздо больших шансов на нарушение безопасности. Когда вы в основном разделяете это между странами. Так. Сталкинг. Здрасте. Треллер игрового процесса. Что-то я не помню такого треллера. Ну да. Я ни в какие разборки и не лезу. Так какой игровой процесс, блядь? Постанова это, блядь. В Сталкинг 2 сильно отложенная видеоигра. Конечно, это так. На Геймском 2 объявил, а в Джейсике Морд объявил об очередной срочке. На этот раз до начала 24-го года. Даже это новое окно выпуска кажется амбициозным. Батчаров говорит, что в Сталкинг 2 теперь завершен контент. Остается период полировки. То есть, контент завершен. Остается, короче, отполировать игру. Ну, это уже радует. А то действительно она выглядит не очень. То, что вы показывали постоянно. Судья настаивает на том, что она по-прежнему нацелена на уровень графического мастерства, предложенный привлекательным игровым видео Сталкинг 2, выпущенного в 2021 году. Я так понимаю, вы признаетесь в том, что в 2021 году выпустил первый видеоролик, вы просто-напросто наебали всех фанатов, показали то, чего у вас нет. Понятно, понятно. Они все еще верят, что могут провернуть это дело, реализовать свои амбиции, показать миру, на что они действительно способны. Мы добиваемся своего, говорит Батчаров, но по пути могут быть определенные трудности. Конечно будут трудности, поскольку вы это никогда не делали, блядь. И движок новый, блядь. Кажется замечательным, что GSC Game World нормализовала разработку видеоигры при таких обстоятельствах. Но для людей в студии Сталкинг 2 теперь больше, чем видеоигра. Это символ украинского неповиновения перед лицом российского вторжения. То, за что нужно сплотиться, то, что нужно говорить миру, то, что Украина все еще есть, все еще сражается, все еще жива. Ага. Если бы Европа вам бы не помогала, блядь. Вы бы уже давно, блядь, проиграли эту войну, блядь. Если бы Европа помогает, блядь, понадавала кассетных бомб, блядь. Нет, чтобы, блядь, воевать ими. Вы, сука, хуярите по центру Донецка, блядь, кассетными боеприпасами, блядь. Герои, блядь. После того, как началось полноценное вторжение в Украину, работа над этим проектом Сталкинг 2 Сердца Чернобыля, это стало больше, чем просто работа над проектом. Это стало для нас национальным продуктом, национальной идеей, говорит Янчий. Это то, что мы, инженеры и художники, можем сделать, чтобы поддержать Украину на мировой арене разработки игр, на арене развлечений, показать миру, что в Украине много талантов, много профессионалов, которые могут принести игрокам новый опыт. И главная идея заключается в том, что каждый украинец сейчас делает то, что он или она, или они могут сделать, чтобы поддержать Украину. Некоторые из наших героев сражаются на полях сражения. Теперь сражаются после бывших своих людей, которые не жили с ними в одной стране. Охуительно, охуенные герои. А некоторые из нас помогают с фондами для армии. Некоторые из нас, включая меня и мою команду, все работают на реализации этого проекта, которого ждут все украинцы. Мы хотим сохранить украинскую идентичность в проекте, чтобы он рассказал некоторые из наших историй. Мы вкладываем в наш проект наши эмоции, наши сердца. Так что для нас это больше, чем бизнес, намного больше. Понятно, конец. То есть, а то, что игра вся сделана, блядь, на территории бывшего, блядь, Советского Союза, это нормально. Но зато игра украинская, блядь, охуеть, блядь. Что ж вы, суки, блядь, молчали, блядь, а? С начала 2017 года. Такие бедные, несчастные, вас убивают, вас хотят зарезать, поубивать всех, блядь. Вам в телеграммы пишут, куда там угодно пишут, блядь. Пиздец, я просто охуеваю, блядь. Люди, что с вами случилось, блядь? Мы жили с вами, блядь, в одной стране, блядь. И вам с 2014 года было в абсолютно похуй, что здесь происходило, блядь. Пиздец, какие же вы, сука, блядь, конченые, блядь. Почему вы стали такими? Я не понимаю, блядь. Я в ахуе просто, блядь. Просто пиздец. Взяли, блядь, в 2021-м, наебали всех, блядь, показали террору. А смотрите, какой мы делаем игру, блядь. А в итоге просто-напросто вырезали, блядь, кусочек, блядь. И давайте, платите деньги, блядь. Делайте предзаказы, мы вот вам показали, блядь. А в итоге, что мы получим за свои бабло? Никто еще ничего не знает, вообще получим мы или нет, блядь. Тем более, я уверен на 100%, что, блядь, в первом квартале, наверное, Сталкер 2 не выйдет. Ой, ладно, давайте не будем об этом, потому что у меня уже это все заебало, блядь, если честно, блядь. Блядь, пиздеж, блядь, GSC Game World, блядь. Ой, ладно, давайте, пока всем.